Слава Богу, братья и сестры! Прежде чем я буду иметь очень короткую проповедь, я хочу сказать, что, знаете, несколько таких выражений. Это к тому, что сказал брат Михаил. Проигранная битва – это еще не проигранная война. Аминь? И Господь царствует. Что бы ни происходило на земле, наш Господь царствует и будет царствовать во веки веков. Аминь. Церковь никогда не в проигрыше. И то, что Церковь сделала, оно не останется бесследным. Потому что Церковь сказала свое слово. Как отреагировали на это – это второй вопрос. Но Церковь сказала свое слово. Я буду иметь буквально 10-15 минут. И хочу коснуться одного вопроса в сжатой форме. Кое-что объяснить для нас. Потому что не всегда как-то хватает времени на то, чтобы на трудных местах Библии останавливаться и пояснять их. Читаю два места из послания к евреям. Первая – это шестая глава. С шестого стиха несколько стихов. С четвертого, извиняюсь. Евреям, шестая глава, четвертый стих и ниже. «Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного, и соделавшихся причастниками Духа Святого, и вкусивших благого глагола Божия, и сил будущего века, и отпадочных опять обновлять покаянием, когда они снова распинают себе Сына Божия и ругаются Ему. Земля, пившая многократно, сходящая на нее дождь, и произращающая злак, полезный тем, для которых и возделывается, получает благословение от Бога, а производящая тернии и волчицы, негодно и близка к проклятии, которая конец сожжения. «Впрочем, а вас, возлюбленные, мы надеемся, что вы в лучшем состоянии и держитесь спасения, хотя и говорим так». И второе место – это 10 глава, начиная с 26 стиха. «Ибо если мы, получивши познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи. Но некое страшное ожидание суда и ярость огня готовы пожрать противников. Если отвергшийся законам Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, то сколь тягчайшему думаете о наказании повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, который освящен и Духа благодати оскорбляет. Мы знаем того, кто сказал, «У меня отмщение, я воздам, говорит Господь, и еще Господь будет судить народ свой». Страшно впасть в руки Бога живого. Братья и сестры, этих два места Писания, это послание к евреям, оно особое среди всех посланий, и здесь автор этого послания, неизвестный для нас, он говорит об отступничестве. И если 6 глава, она раскрывает нам такое нравственное или практическое отступничество, то 10 глава, она говорит об доктринальном или богословском отступничестве. Через все послание проходит красной линией такая мысль о том, что можно отпасть. И поэтому автор этого послания, он предупреждает, предостерегает, богословски аргументирует спасение, которое мы получили в Иисусе Христе, и подсказывает превосходство Евангелия Господа нашего Иисуса Христа. Итак, 6 глава – это отступничество, которое ведет к деградации личности. Трудный вопрос. И отпадших опять обновлять покаяние, когда они снова распинают сына Божия. 4 стих, два слова. На вот этом слове «Ибо невозможно» было сделано очень много практических ошибок и поломано судеб людей. Когда люди десятками лет и до самой смерти оставались отлученными от церкви и не имели права на покаяние, на то, чтобы их снова приняли в церковь. Только на неправильном понимании вот этого «Ибо невозможно». Вот это слово «Ибо невозможно» не говорит в смысле запрета, что нельзя, а говорит о трудности работы с такой категорией людей, которые деградировали, духовно деградировали, погрязли в грехах, отступили от Господа, проклинает Его, Ему ругается и тому подобное. Но это не говорит, что для таких людей нет покаяния. Эта категория людей трудна для возвращения. Как есть написано в одном из посланий к Тимохвею «Сожженная совесть». Там говорится о людях, которые вводят в заблуждение или и сами входят в заблуждение, то есть люди, поддавшиеся обольщению, попавшие в искушение. И такая категория, которые в духовной деградации, они очень трудны. И там такое выражение «сожженных совести». В других переводах написано «совесть которых прикалена железом, раскаленным железом». То есть есть категории людей, которые очень трудны для возвращения опять. Но это не значит, что для таких людей нет покаяния. И такие люди каются, но очень трудно, очень малый процент. Второе место, которое я прочитал, «Ибо если мы, получившие познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвой за грехи». Вот здесь тоже очень часто люди делают ошибки. И однажды у нас на штатном нашем таком братском, служительском тоже где-то полчаса выкладывал этот вопрос. И многие братья говорили, «Мы совсем не так понимали, и никто нам этого раньше не объяснял». Очень трудная фраза для нас, «Не остается более жертвой за грехи». Опять же вопрос, почему? Или это грехи, которых кровь Иисуса Христа уже не имеет силы покрывать или говорится о чем-то другом. И слушайте, о чем здесь говорится. Давайте немножечко историю. У меня буквально 7 минут еще есть. Немножко истории. Адресат, куда было адресовано послание, это были евреи. И автор этого послания обращается к людям, которые составляли уже второе поколение верующих. Это было второе поколение верующих. Первые верующие, которые покаялись сразу в начале, когда церковь создалась от дня Пятидесятницы, они уже умерли, умерли первые наставники. Это уже второе поколение. Вы знаете, что ранняя церковь жила более сильным ожиданием второго пришествия Господа нашего Иисуса Христа, чем мы с вами сегодня, живущие в последнее время. Они очень сильно верили, что Христос вот-вот должен прийти. Они приходили очень сильные гонения, страдания. Написано, они пережили смерть многие, и они расхищение имения принимали с радостью. То есть, они выдержали великий подвиг страданий за Господа нашего Иисуса Христа. Но страдания увеличивались, время шло, время ожиданий затягивалось, и многие из них возвращались к храмовому служению. Всегда было искушение вернуться к храмовому служению. И поэтому те, которые возвращались к храмовому служению, они отказывались от Христа. В одной из книг, вот недавно я читал, это немецкий христианин, писатель пишет, что совсем недавно, несколько лет назад, я не знаю, может быть, это 5-10 лет этой книги, в Германии один молодой еврей пожелал возвратиться в Иудейство. И его там не приняли, или вернее, он не согласился на условия, на которых его хотели принять назад Иудейство. Он должен был отречься от Христа, он должен был сказать, что Христос это обманщик, что он обычный человек, его кровь обычная, и она не имеет силы прощать. Грехово оно было пролито, как смерть преступника, и не имеет никакой силы. То есть, автор этого послания пишет, что попрали. Вы знаете, что такое слово попрасть? Это пройтись и вытерти ногами, вытереть ноги. Вот это называется попрать. И поэтому люди, которые возвращались к храмовому служению, они возвращались к ветхозаветным жертвам. Голгохва поставила предел. Все ветхозаветные жертвы были до Голгохвы. На Голгохве они утратили духовный и юридический статус, и они больше не спасали человека, и не прощали его грехов. Эти ветхозаветные жертвы никогда уже больше после Голгохвы не могли стать заместительной жертвой за человека. Человек, который отказывался от совершенной, лучшей, во всех отношениях, лучшей жертвы Иисуса Христа, он оставался без жертвы. Поэтому произвольный грех, если сказать одним словом, это отступничество. Я показал два отступничества. Одно богословское, другое нравственное. И вот и в том, и в другом случае человек остается без жертвы. Вернее, в богословском, когда он отказывается полностью от жертвы Иисуса Христа. И для него нет жертвы не потому, что этой жертвы нет, и Бог не желает его простить только по одной единственной причине. По той, что он от этой жертвы отказался, он попрал ее ногами. Слушайте, как написано здесь. То скольте к чаюшему, 29 стих, 10 глава, 29 стих, то скольте к чаюшему, думаете, наказанию повинен тот, кто попирает, то есть вытер ноги об имя Иисуса Христа, об его кровь, попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь Завета, который освящен, и Духа благодати оскорбляет. И поэтому, братья и сестры, это предостережение для каждого из нас. Во-первых, мы должны понимать, я знал человека, который покончил жизнь самоубийством, хороший, ну, в общем, неплохой был христианин, хороший христианин, только потому, что на этом месте, когда он ослабел физически, сатана добил его духовно и внушил ему, и его не могли братья-служителя, сколько переубеждали, не смогли ни жена, разумная, очень разумная жена, никто не смог переубедить в том, что это место не относится к нему. И он ушел из жизни. Я не говорю о его судьбе в вечности, потому что это уже, Бог решает эти вопросы. Поэтому, братья и сестры, для каждого человека, если, если, я говорю, если человек отступил, если человек упал, я хочу сказать, для вас есть шанс на возвращение. Всегда есть шанс на возвращение. И слушайте, что написано. Для тех, которые служат Господу, может быть, проходят трудные моменты в жизни, и так не оставляйте упывания в вашем, а то 35 стих, которому предстоит великое воздаяние. И 39 стих, мы же не исколеблющиеся на погибель, но стоим в вере ко спасению души. И вся церковь да скажет, аминь. Будьте благословенны.